Что Моргенштейнер отписала? Ну, концерт хотела, чтобы я приехала в Дубай по Бартру. Почему я в Дубай должна ехать ради концерта? Я отписалась от почти всех. Ань, а почему ты все это так долго терпела? Я терпела. Отдала им миллион? Я отдала все, что я зарабатывала с детства, вообще все. Ну, я думаю, ну ладно, наверное, так надо. Я в этих тикток-хаусах отупела. Тогда так было вообще везде. Или только тебе так не повезло? Нет, нигде так не было. А что они так, что они нравятся? Я прихожу к нему, говорю, ты вообще это видел? Андрея Нойл, сабьюзер. Это вырезаем. Это Саша Про. Всем привет, меня зовут Саша Бунякина, и вы на канале Про Говори. Нам очень интересно, как живут блогеры, как добиваются таких результатов, и что же с ними происходит. Сегодня у меня в гостях Анюта Неск, блогер-миллионник, и она расскажет всю правду. Встречайте! Все ты хотел, принцессу из Диснея, мальчик, извини, но я в эти сказки не верю. То ли девочку, а то ли витей. Она прошла, как каравел, а по зеленым волнам. Может быть, не с разум, но со второго взгляда я понял, что тебя люблю. Аня, привет. Привет. Я очень рада тебя видеть. Хочу тебе сказать, что моя такая мини-карьера в ТикТоке началась именно с твоей сходки. Там было по-моему много мьюзеров, еще тогда это был мюзикл. И ты как-то так всех заряжала своей позитивной энергией. Тебе тогда было, наверное, 14 лет? Да, лет 15. Сейчас тебе уже 20. Ты выросла, поменялась. Я уверена, что у тебя много чего за плечами, много чего произошло. Мне будет интересно тебя послушать. Давай начнем. Я знаю, что ты долгое время жила в Калининграде. Расскажи про этот город. Чем он тебе запомнился? Ну, я там жила всю жизнь. Он очень красивый, ну, прям такой скучный для меня. То есть я ходила в школу, приходила со школы. Мне нечего было делать, поэтому я начала снимать там куда-то. Я почти ни с кем не общалась. Мне было скучно, грустно. И я каждый день просто сидела в комнате. Я думаю, ладно, начну в секрете от всех снимать что-нибудь. Нашла в рекламе ВКонтакте мьюзикля. И в Калининграде я просто занималась тем, чтобы в интернете создать какую-то свою жизнь. Потому что в реальности у меня не было ничего. Как началась твоя карьера в тиктоке, в мьюзикле, когда ты поняла, что ты обретаешь свою аудиторию? Ну, я начала снимать потихоньку. На меня два года никто не подписывался. Я писала всем американским тиктокерам в комментарии. Подпишитесь на меня. Ну, по-английски они на меня подписывались. И потом как-то в один момент на меня за день тысяча подписалось. Две тысячи, десять тысяч. А что ты такого сделала? Что подписалось? Я начала снимать слоумо. Это видео такие замедленные. Этот формат как бы ввела я в мьюзикле тогда. И все начали перенимать, снимать его. Я там и с огнем, и с мукой. Вообще абсолютно разные. И на меня прям начали подписываться. А я по видео десять в день выкладывала. То есть я при этом еще училась на пять всегда. И совмещала все с тиктоком. Мы прям быстро-быстро подписывались. И я потом резко топ-1 в России. Когда это было? Через сколько после того, как ты начала этим всем заниматься? Больше трех лет прошло. Потому что первые два года просто ничего. Я даже на ютуб снимала. На ютуб я вообще снимала еще с лет одиннадцати, с десяти даже. Когда это только появилось. Катя Клэп, у нее еще даже аудитории почти не было. А тикток примерно три года как раз. И в один момент все вот так произошло. А как у тебя удалось не опустить руки? Потому что когда два года ничего, ничего, ничего. Вот как не сдаться? Мне очень нравилось это делать. Я, знаешь, вот смотрела на ютуб-блогеров, которым на распаковке. Да, им, знаешь, по бартеру бесплатно присылают какие-то вещи на распаковке. С ними работают бренды. У них веселая жизнь, они все время куда-то ездят. А я сижу в своей комнате в Калининграде, думаю, блин, я хочу тоже так. И я просто снимала, снимала, знаешь, без ожидания чего-то, что вот у меня там стрельнет, у меня будет, мне нравилось. Просто в кайф. Да, и там я нашла много друзей, поэтому у меня прям вдохновение было. Вот ты живешь в маленьком городке, относительно, ходишь в школу, таких как ты было много. Но почему именно ты пробилась? Как ты сама считаешь, если очень много людей, которые начинали снимать мюзикли, но так и не добились никаких результатов? Я очень трудолюбивая, целеустремленная. Вот если я пойму, что вот я хочу такую жизнь или хочу куда-то переехать, я этого добьюсь. Даже если у меня не получается, там я все равно попробую через время. Один раз не получилось, я попробую второй раз. А опускать руки из-за того, что там год не получается, ну, почему? Ну, жизнь одна, и я очень хотела что-то попробовать интересное, доказать родителям, что вот я смогу. Посмотрите, какая я крутая. А расскажи про школу. Какой ты была ученицей? Я всегда делала домашки. Я всегда училась на 4-5, и 11 классов я закончила с тремя четверками. Вот, то есть эти стад почти красный. А как раз-таки в школе я очень легко умела списывать, хотя сидела на второй парте. Ну, при этом я достаточно много знала, общалась я там очень хорошо только с одной девочкой, с Ирой. Общаетесь сейчас? Да, мы списываемся до сих пор. Вот, остальные одноклассники, они на меня подписаны некоторые, до сих пор мы тоже там отвечаем друг другу. Всем привет, кто смотрит это интервью. А вначале они, кстати, меня стебали за то, что я начала снимать, типа рекламу сделала. А был какой-то там буллинг в школе, ты сталкивалась с ним? Ну, прям буллинг нет, но были подколы со стороны вот одноклассников, когда там у нас состав поменялся, по типу, сделаешь рекламу, что сколько заработала сегодня, что там как, что в Москву поедешь завтра, вот такие подколы. Я как-то не обращала внимания. Тебя это мотивировало? Нет, почему меня мотивировало? Я думаю такая, блин, сейчас я вам докажу, все. Вот, я говорю, а ты сдала ЕГЭ или нет? Нет, я, когда у меня было ЕГЭ, это был год, когда коронавирус появился, и я в этот момент была в Москве, и у меня экзамены были, и я такая, мам, я тут в Москве, у меня ЕГЭ завтра, давай я не поеду. И все, да? Да, а я готовилась при этом год весь. То есть смогла бы сдать? Да, я на репетиторов больше ста тысяч потратила, и родители сначала мне там оплачивали по математике, потом я сама уже начала. А почему не решила сдавать там в следующем году, например, что просто сдала ЕГЭ и все? Я хотела, я забыла все за год в тикток-хаусах, я в этих тикток-хаусах отупела. Серьезно. Кстати, наблюдение, что все тикток-хаусы распались, как ты думаешь, почему? Тогда же это был тренд, тренд года, тренд России. Ну, тогда, да, это было что-то новое, а со временем тикток-хаусы все стали однообразными. Мне кажется, в них ничего неинтересного, потому что половина ребят просто снимают тиктоки, не развиваются, ничем не занимаются, и за этим неинтересно наблюдать вообще. И если что-то новое, крутое создастся, то... То есть все однотипные, уже никому неинтересны? Да, мне кажется, что что-то такое. Расскажи про свою семью. Ты особо не освещаешь никого. Да. Расскажи поподробнее. Ну, я все детство вот жила с мамой, с папой, с сестройкой. В какой-то момент мы там в нашей трехкомнатной квартире жили в шестером, в семером. То есть мои дяди, тетя. Я спала там и на полу маленькая. Росла я в деревне больше всего. Вот. Я маленькая приезжала, с собачками тусила, на качелях каталась. То есть я такая деревенская девочка, калининградская. А семья, ну, я занималась своим делом. Они просто спрашивали, как у меня там что в школе, интересовались. Я такая, сегодня опять получилось, все супер. А с твоей карьерой там в ТикТоке, как блогер, они тебя поддерживали или наоборот не верили? Они не знали. Не знали? Я очень боялась. А сейчас-то знают? Конечно, да. Я им рассказала в свой день рождения, когда у меня стукнуло 30 тысяч подписчиков в ТикТоке. Я такая, о, смотрите, у меня 30 тысяч. Какая реакция их? Они такие, а, прикольно. Но они не понимали, что это такое. Они не верили, может быть, что... Они не поняли, что это такое, что на этом еще я зарабатываю. Потом я им показала, что вот я у них вообще не просила деньги, ничего. Я уже сама полностью жила. Начала покупать себе там айфоны новые, всю технику для съемок. И тогда они уже поняли, наверное. Ну, они гордятся, наверное, или они наоборот хотели, чтобы ты всегда была с ними? Нет, такого не было. Ну, всегда мама говорила, ты только до 11 класса учишься. Ты заканчиваешь универ и делаешь, что хочешь. Вот учеба для моей мамы — это главное. Я ни одного дня в школе не могла прогулять вообще, потому что я один раз ушла с последнего урока, чтобы мама не узнала. И что в итоге? Она мне звонит, ты ушла с последнего урока! Ты больше свой ТикТок снимать не будешь! То есть все настолько строго. Это просто один раз? Да. Тебе сейчас тяжело жить далеко от них? Вы вроде очень редко видитесь. Сейчас, да, я пореже приезжаю. До этого я раз в месяц летала. Вот. Мы сегодня созванивались с мамой. Хочу уже приехать. Но, конечно, хочется видеть чаще, там, к родственникам ездить, потому что у меня там знакомые есть. Но, к сожалению, сейчас из-за проектов я не могу часто так ездить. Но я очень хочу. Не скучаешь вообще в целом по жизни там? У-у-у. Вообще нет. То есть тебя там вообще уже ничего... У меня там не было жизни, у меня там была учеба. То есть я не жила там, знаешь, существовала просто. То есть там просто училась, а в Москве как дача такая была. Да, да, да. То есть, знаешь, большинство школьников, они учатся, приходят со школы и просто залипают весь день в телефоне. Вот. У меня была такая жизнь и не хотела так жить. Поэтому я вот начала чем-то заниматься. Как ты росла и что тебя сформировало такой, какая ты сейчас есть? Угу. Ну, у меня мама всегда говорила вот как раз, что я должна учиться, должна что-то делать, чтобы потом пойти работать. А я не хотела вот так. Кем работала твоя мама? Она у меня очень-очень красиво делает помещение, музей в Калининграде. Она как строитель, можно сказать. Она реально просто мастер на все руки. Она мне сама ремонт в комнате сделала. То есть она все так идеально делает. Она и дизайнерская все продумывает. Она составила нам план дома сама. Она сама там всех нашла, все там построили. И она работает на таких строительных проектах. А папа? Папа у меня пограничник, он на таможне. У нас Польша рядом с Калининградом. И он на границе между Польшей и Калининградом очень долго там работает. У него и военные штуки были, вроде на вертолете летал. То есть и мама, и папа работают, вот занимаются делами. За что ты можешь быть благодарна им? Вот если ты сейчас даже обратишься к маме, к папе, что ты можешь искренне сказать? За что спасибо? За дисциплину просто, что всегда ты там уроки сделала, ты то сделала. И я с детства вот всегда понимала так, мне нужно сделать уроки, завтра в школу. У меня все должно быть всегда красиво. Я всегда делала уроки. И это, наверное, дисциплинировало меня. А как мама относится сейчас к тому, что ты как бы не учишься, но посвятил себя в другое? Раз для нее была так важна учеба? В начале, наверное, она не очень рада этому, была и папа. Мне такой, типа, поступай, поступай. А я поняла, что сейчас для меня важно обучаться в тех сферах, которые мне интересны. Да, вот я хочу наставничество взять, обучение. Они стоят в разы дороже учебы, но они для меня намного важнее, потому что я узнаю новое. А высшее образование ты не планируешь получать? Нет, я не планирую получать. И ничего плохого в этом не вижу. Но я не против высшего образования. Это, наоборот, круто, что люди учатся. Но для меня немного другое важно. Я понимаю, что мне в моих сферах это особо не пригодится. А если, например, пойти на продюсирование или что-то тебя там интересует? Ну, это так же. Чтобы, знаешь, на всякий случай, просто даже если не пойти куда-то работать, чтобы была какая-то корочка, если вдруг все закроют. Ну, закроют, я придумаю свое дело. Я же как-то добилась того, что я имею сейчас. И если, допустим, все закрывают, я же знания от этого свои не потеряю. То есть я могу что-то придумать в любом случае, потому что я разносторонний человек. Мне очень нравится создавать что-то разное. Я даже танцами там начала заниматься, спорт. И моим подписчикам нравится. Они меня найдут, если вдруг что. Сегодня мы снимаем интервью в красивом, уютном и историческом отеле «Борис Годунов». Мы благодарим отель за предоставленные локации. Я рекомендую каждому из вас здесь побывать. Отель находится в пешей доступности от главных достопримечательностей столицы. Забронировать номера можно по ссылке в описании. В то время, когда ты начала снимать тикток и становиться популярной, у тебя были отношения с Итс Данилой. Расскажи немного про него, потому что это первый ты молодой человек. Еще отношения на расстоянии. Как это вообще встречаться на расстоянии? Ну, мне сколько? 15 лет было. Мы в Москве познакомились. Он что-то мне начал писать, понравился. А ему другая девочка нравилась. Ну, я его отбила себе. Ань, как отбить парня? Расскажи, кто нас слушает. Как отбить парня? Что ты делала? Я ничего не делала. Она его отшила, а я его себе быстренько. Просто писала ему. В Москву прилетала, чтобы увидеться. Мы в общей компании познакомились. И я еще раз прилетела. Он уже предложил встречаться по переписочке. Будем встречаться. И ты согласилась? Конечно, да. А отношения на расстоянии, это как? Ой, ну это что? Привет, как дела? Мы созваниваемся, снимаем тиктоки. Мы больше друг друга мотивировали, потому что я снимала, он снимал. И мы вместе росли. А из-за этого намного легче было. Потому что парочки было интересно смотреть. Да. Да, я вначале не рассказывала об этом, потом мы как-то начали снимать вместе. И все прям очень полюбили нашу пару. И тогда еще Люба Бич с Декитуем снимали, вот, и мы все вчетвером вместе. А не было такого, что вы там уже хотели расстаться, но понимали, что все это будут смотреть, поэтому мы как бы вместе? Нет, такого не было. Ну, мы, конечно, ссорились, я уже думаю, все, ну зачем он мне, ну... Ну, все нормально, мы мирились два года. Я помню, что ты переехала в Just Team House. И, казалось бы, вот, вы живете вместе с Даней, все хорошо, но именно в тот момент вы расстаетесь. Да, тогда прям... Что произошло? Почему? Самый такой переломный момент был. Я переезжаю, а он очень много общался с Любой Бич. И была версия, что он ушел к Любе. Ну, нет, он не уходил к Любе, просто меня бесило, что он всегда с Любой, меня нет в Москве, он с Любой. Я тебе скажу, как человек со стороны, я смотрела еще тогда ваши просто истории, и я думала, что, ну вот, Даню все время выкладывают с Любой, а как же там Аня? А как Аня? А как вообще это по отношению к ней? Ну, я такая отстраненная от всех, маленькая была, прям в загонах, мне постоянно казалось, что я там никому не интересна, что я никому не нужна. Я ходила в компаниях вот так одна. Казалось бы, я такая, знаешь, девочка в ТикТоке снимает веселая, а в жизни я ходила вот такая грустная, я ни с кем не разговаривала в компаниях. Со мной тяжело было найти общий язык. И он очень много с Любой снимал, потому что я как-то вот так закрытая в компаниях. И когда я улетала, он тоже постоянно с ней. И все, мы съезжаемся в ТикТок Хаус. И ты это видишь своими глазами? А я как бы, привет, я в ТикТок Хаусе, мы не виделись с тобой. А он все время был с Любой, короче, меня начало раздражать. И я поняла, что нет прогресса в отношениях. Ну и мы обоюдно пришли к этому решению, просто без ссор, без ничего. И спокойно сказали об этом. А со стороны Любы это была какая-то симпатия по отношению к Дане? Или неприязнь к тебе, и не знаю, раз она так решила. Вообще не знаю, что было. Ну, возможно, у Любы никаких намерений не было. Они очень хорошо общаются. То есть они просто дружили. Они до сих пор очень хорошо дружат, да. Но просто Даня такой человек, что он со всеми всегда общается, общий язык найдет. А для меня перебор, то, что он делал, для меня как бы, ну, как для девушки не очень. Когда он там все время ночует с лучшими подружками. Ну, Даня такой очень открытый человек. Хотя вы были в одном доме. То есть он даже в одном доме мог такое? Я просыпаюсь, иду такая, открываю дверь к Любе. Они лежат вместе в тиктоке, смотрят, я думаю. Пожалуйста. А поговорить и сказать, ну, не сразу расставаться? А он что? Ну, вот такой, да, неоткрытый человек очень. То есть он, ну, не со зла просто... У него нет, никаких намерений не было. В плане просто супер дружелюбный. И хотел всем уделить внимание, друзьям. А мне прям это не нравилось. Вот, ну, у нас прогресса не было никакого. Потом, когда вы расстались, вы жили вместе еще. Каково это жить с бывшим молодым человеком, когда вы уже расстались? Что ты испытывала тогда? Ну, с Даней у нас прям такие отношения всегда максимально теплые, дружеские. Он, знаешь, для меня как брат, ну, младший брат, реально. Мы до сих пор поддерживаем связь. И тогда первые дни как-то мы просто, ну, типа, привет, пока, привет, пока. Потом начали снимать. Ну, спокойно общались, ничего такого. Вообще у нас ни неприязнь, ни ничего. Потому что, ну, прям самое время было тогда, чтобы расстаться. И все отнеслись с пониманием. А вот Люба больше тебя поддерживала или Даню? Она же с Даней общалась. Они тогда вместе жить в комнате начали. Он к ней переехал в комнату. Вот. А не было такого, ну, у тебя не было такого ощущения, что там, меня как-то все кинули? У меня по жизни было такое ощущение в подростковом возрасте всегда. Я всегда думала... Что ты лишнее себя чувствуешь? Да, что мне там должны сейчас уделить внимание, что я им не нужна. Они меня кинули. Вот столько загон всегда, да. С этим жить очень тяжело. И вот сейчас у меня этого вообще нет. Как избавиться от этого? Ну, в отношениях с Даней у меня так было всегда. Прям детская такая позиция. Мы расстались, и начались мои изменения во всем. В поведении. Я начала раскрываться. Я просто перестала обращать внимание на других в хаосах. Потому что у меня такие там ситуации были с осуждением. И я поняла, что лучше уж... Я просто не буду обращать внимание на них. И зачем мне заслуживать чьё-то внимание? А ты собственница? Нет. Просто звучало, я так подумала. Нет, вообще нет. Ну, тогда я просто маленькая была. Это все дела. Ну, да. Люба, она твоя подруга была. Ну, ты можешь называть это близкой дружбой? Потому что вы тоже там выкладывали тиктоки. Все считали вас такими лучшими подружками. У нас никогда не было близкой дружбы с Любой. Мы просто в общих компаниях встречались, снимали. Но прям, чтобы супер близко общаться, такого никогда не было вообще. А сейчас общаетесь? Вообще не общаемся. Мы даже отписаны друг от друга. Вот. А от Дани почему отписалась? Это журналистское наблюдение. Нет, с Даней мы списываемся, общаемся. Я отписалась от людей. Сейчас чей контент я особо не смотрю. Но это не значит, что я так не захожу к ним. Мы не общаемся с Данией. Типа мы недавно даже виделись. Вот. Общались. Я отписалась и скрыла очень многие истории, чтобы сейчас смотреть тот контент, который реально меня вдохновляет. Никак. Не за злостью. А как ты вообще относишься вот к ее отношениям с Сережей? Ты веришь в эту настоящую такую любовь? Они уже три года, по-моему, встречаются. Они вообще милашки, когда начали встречаться. Прям у них такие милые-милые отношения. Люба с ним такая маленькая. Но сейчас мы не общаемся. Особо я как-то не вникаю. Но они прям очень искренне друг с другом. Они подходят друг к другу в этом плане. После отношений с Даней, ты начинаешь встречаться с Андреем Нейлзом. И весь интернет был в шоке. Потому что Андрей, он совершенно другой человек, вообще не похожий на тебя. Как тебя к нему притянуло? Что ты в нем увидела? Он удивил мне внимание, понимаете ли. А, ну он очень был такой, знаешь, открытый, веселый. Со всеми общался. А ты другая, тебе хотелось? Я прям закрытая. И он начал там со мной больше общаться. Мы начали снимать вместе видосы. И я поняла, что вот с ним я как-то начала раскрываться. Все это заметили в тот момент. Знаешь, я всегда такие закрытые видосы снимала. Прям Аня такая маленькая девочка. А с ним у меня начались прям, ну совершенно другие видео, другой контент. Полетело много просмотров. И мы с ним общались на эту тему. Он прям не хотел отношений никаких. Такой, нет, я против отношений. А я сидела в комнате, плакала каждый вечер из-за этого. Потому что ты хотела? Да, я хотела. Я думаю, блин, ну как так? Но вы в итоге, как я поняла, ты сама рассказала, что вы встречались. Да, да, но он это всегда отрицал. То есть, а он знал, что вы встречаетесь вообще? Конечно. У нас были моменты, когда он такой, ну все, типа там встречаемся, встречаемся. Я такая, ну да. Потом он такой, ну все, ты мне надоела. Потом опять возвращался. Там очень жесткая история была. Можешь рассказать? Как сможешь? Да, мы в джаз-тиме, а получается в первом в хаосе он прям такой, нет, я не хочу никаких отношений. Потом в один момент он понимает, что он хочет уйти из хаоса. Да. Вот во второй, The Angels у нас был тогда. И он зовет меня такой, вот мы там вместе с тобой будем. Встречаться, наверное. Мы вместе с тобой будем. И как бы он мне официально говорит, что да, мы встречаемся. Только мы не будем это никак освещать. Я такая, блин, может с ним пойти? Реально круто будет, как я одна. Он рассказывает все плюсы про хаос, что там никаких контрактов, ничего. Будет круто, мы будем расти. А у меня еще нога тогда болела, я ходить не могла, упала сильно. И он меня уговорил. Мы собрали вещи и просто уехали из хаоса, написав сообщение, что мы уходим. Я не попрощалась с ребятами даже. А как вообще отреагировали на это все твои друзья из того хаоса? У меня очень напряженные отношения были. Нормально. В целом они все были в шоке в тот момент. У меня с ними были напряженные отношения из-за того, что я общалась с Нойлсом. А Нойлс меня раскрывал. То есть я перестала быть той Аней, которая там всех слушала. Я начала по-другому одеваться, раскрыла свой стиль. И у нас там были разборы такие на стульях. Белый стул, черный стул, золотой, где мы задаем вопросы. И были такие моменты, когда я сажусь на стул на черный, где мне должны как бы критику в мою сторону давать. А что я слышала от некоторых людей? Ты вообще мне не нравишься, ты так одеваешься. Тебе вообще стоит книги почитать. Общение остановилось, тебе не на пользу. А кто это говорил? Я не хочу говорить, кто. Некоторые из участников. Но я с ними никогда особо не общалась. И я сижу на стуле, я начинаю плакать от того, что это, знаешь, не критика, а просто осуждение меня. Зависть, может быть. Да, осуждение меня. А у тебя не было такой мысли, что все просто не привыкли видеть такую смелую, раскрепощенную Аню? Всем удобно общаться с удобной Аней. И поэтому они не хотели, чтобы ты менялась. Они просто боялись. Они видели, что, ну, и охваты в любом случае росли, и я менялась. И вот когда такая неконструктивная критика поступала, правда, было тяжело. Я вечерами сидела в комнате, очень сильно запленялась, плакала. И поэтому мне хотелось уйти из хаоса. Меня никто не понимал в доме. Кроме Андрея. Да, мы с Андреем всегда, типа, вместе. Мы понимаем, что, блин, вот, мы растем, мы развиваемся, что-то новое, крутое. А нам запрещали что-то делать. Участники, а не продюсер. Да, участники. А как тебе удалось не послушать их и пойти по своему пути? Что ты в итоге их не послушала? Я бы не осталась там одна, потому что мне казалось, вот, как раз тогда, но все были... Они не хотели, они не желали мне зла. Они, наоборот, хотели, чтобы я не общалась с Андреем, чтобы я вот такая хорошая была. Но я решила послушать себя. Я, конечно, не жалею. Вот. Они не со зла это говорили. Ну, некоторые люди там. Понятно. Ну, понятно, да. Вот, да. И я решила пойти туда, где мне понравилась компания, потому что для меня очень большую роль в жизни играют люди, которые меня окружают. А тогда, если у вас были достаточно хорошие отношения с Андреем, почему потом он выкладывал какое-то там видео про Аню Неск? Я так понимаю, что это, ну, было вранье. Это через полтора года уже было. Несколько месяцев назад Аня Неск объявила в своем инстаграме, что у меня были с ней отношения в тот период, когда я был с Кариной. Зачем это вообще было? Потому что полтора года прошло, а он как будто хочет снова похайпиться благодаря тебе. Ну, мы перешли с ним в хаос. Там я подписала контракт, а он говорил, что там не будет контракта. Это его друг, как бы, продюсер был. И этот продюсер запретил нам показывать отношения, и он тогда начал якобы встречаться с Кариной Ракелян. Вот, это все придумал продюсер, и из-за этого Андрей туда пошел. Такой, вот, там будет хайп, там то, а я боюсь одна оставаться. Я такая, ладно, пошли. И все, и тут он начинает хайпить с Ракелян. Они начинают целоваться на камеру. А он тебя не предупреждал хотя бы? Ни о чем, вообще ничего. А потом я вижу их поцелуй на видео, на ютубе. Хотя мне, вот, ни слова. А вы, подожди, а в этот момент вы встречались? Да. Мы как бы встречались. Потом он такой, ну, извиня, Ань, ты мне надоела. Потом он опять возвращался, и вот так вот каждый раз. Но для всех он тогда встречался с Кариной, потому что это был первый год. Почему ты не могла рассказать всю правду? У меня был контракт с продюсером. Где ты не могла разглашать. Да, и я даже ребятам из Джаз Тима, с прошлого хаоса, утверждала, что вот, это правда, да. Они вместе, там я ни при чем. А представь, мне 17 лет, я вижу, как, как бы, Андрей Нойлс целуется где-то с другой девочкой. С другой девочкой, да, как бы, я такая, потом он как раз-таки то возвращался, то уходил. И был такой момент, когда все начали сомневаться в том, что они встречаются с Кариной. В ВПШ укладывают пост, типа, что, возможно, он со мной встречается. И знаешь, да, в парке Горького делают выпускные. Да. Вот, мы пошли на выпускной в парке Горького, мы приезжаем с Андреем. И Карина опаздывает, вот она приезжает. Мы стоим возле сцены, и тут стоит, знаешь, очень много блогеров. Да, 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 да. Юлька Гаврилина, Даня, Игорь Синяк, там где-то. Вот, все люди, которые сомневаются. А мы как раз с ним вместе везде ходили. И тут мы стоим перед сценой, там уже все люди. И он такой стоит с Кариной Аракелян, ну, типа, они там вместе. Я поворачиваю голову, так, а они целуются. Ну, типа, для всех. Без камер. А, для всех. Чтобы все поверили в то, что это правда, якобы они там время вместе проводят. Мы тогда уже непонятно, то встречались, то нет, то он просто возвращался, то извинялся. Вот, прям непонятки были, мне было очень тяжело. И я поворачиваю голову, и там картина просто. Вот они целуются, я стою. Понимаешь, вокруг меня куча блогеров, которые не должны увидеть мою реакцию, что, вот, мне как-то больно, что я вообще на это реагирую. И я просто вот так стою. У меня начинают... у меня ком в горле. Течь слезы. Нет. Мне нельзя было показывать слез, потому что вот тут Саша Лыгалов вроде бы тогда стоял. А он, ну, он тоже начинает верить в это, смотрит. Я стою вот так. Ко мне кто-то подходит, типа, Ань, ты как? Я такая, нормально, все. Я весь вечер потом вот так ходила. Мне было очень-очень тяжело. Но мы потом опять то встречались, то нет. Ань, а почему ты все это так долго терпела? Я терпела. Я просто думала, что я больше никому не понравлюсь, что вот, ну, прям, но, когда мне нравится человек, то все, я полностью погружаюсь в этого человека, на других не смотрю. И мне хочется максимально все сохранить и решить нормальную ситуацию. Вот. И я прям не ценила себя в тот момент. И очень тяжело было, но при этом я успевала и работать, и быть улыбчивой все время при всех. А сама начально просто плакала. А тебе не кажется, что это были какие-то созависимые отношения? Ну, это то отношение, а то нет. Это у меня в башке просто проблемы уже были, что я продолжала общаться с таким человеком. Как закончила это все? Он начал извиняться уже потом очень. Такой, все, давай встречаться, мы расскажем об этом в интернете. Я уже понимаю, что все. Пора это прекращать. Я ему сказала, что я больше не хочу вообще не общаться, ничего. Прям в хаосе мы тогда в одном жили. То есть ты прям лично ему это все? Да, все лично. То есть мы сидим, он передо мной сидит. Я ему передаю игрушку, которая... Мини Нойлс был такой, Мишка. Я говорю, типа, я отдаю тебе это в Мини Нойлс. Это для меня, типа, огромная память. И просто я хочу, чтобы у тебя все было хорошо, но я не могу это все продолжать. Я ему отдаю Мишку, у меня слезы на глазах. Я ухожу в ванную в хаосе, а там миллион людей. Я пошла плакать. Часа полтора проплакала закрытая ко мне. Там уже долбились. Подружки писала в слезах. И все. И меня отпустило. После этого он начал опять за мной бегать. А сейчас как? Вот прошло полтора года, наверное. За это все время вы общались как-то? После этого, да, он мне предлагал там и вместе жить. Я думаю, ты что, чувак? Ну, я уже уехала из хаоса. Он такой, не хочешь там вместе квартиру снимать? Я думаю, успокойся, пожалуйста. Нет. Но мой день рождения на 19-летие. Ко мне приходят в 12 ночи ребята. И там был Андрей. Я вообще такая, чего? Ну, мне было приятно, что он поздравил. Мы там просто поговорили. Но сейчас у меня нет ни ненависти к нему. Вообще ничего. Просто был интересный опыт в плане того, что я после этого очень сильно выросла. И как раз он после этого выложил видос через полтора года. Потому что он вернулся, да, на YouTube, в Instagram. И сказал какой-то бред. Да, продюсер. Он меня не любит. Потому что я с ним судилась. У нас там... Ну, я просто хотела разрывать контракт. И он выложил этот видос, потому что продюсер так сказал ему сказать. Он мне потом, типа, это слова, которые мне сказали, сказать. Я там ничего. И мне начали в директ писать. Ты там такая-сякая. Как ты вообще можешь после этого снимать такие веселые видео. Вот, Андрей такой хороший. То есть он хотел испортить твою репутацию. Он хотел поднять себя за счет меня. Хотя там была фраза, ну, буквально на секунд 30. Мои родители звонят мне и говорят. Это что такое? Что он про тебя говорит? Они его ненавидят просто. Мои родители. За то, что он вот выкладывал тогда. Я говорю, мам, сейчас все решу. Я приезжаю к Любе с Сережей тогда. И понимаю, что мне надо записывать ролик на YouTube. А у меня миллион доказательств. И не ради того, чтобы сделать ответку. А ради того, чтобы мне не писали это в директ. Потому что мне тяжело видеть то, что мне пишут в директ. И я записываю видос, где вставляю доказательства, что мы с ним встречались. Что отношений с Ракелян у него там не было. Что там это все постанова. Я вообще вкратце рассказала. А у меня доказательств было просто миллион. То есть ты особо не углублялась. Да. При том, что у меня такие скрины были. Такие фотки, где мы вместе. Но я не стала вставлять все. Потому что я не хотела даже его доказать. Опускаться до этого же уровня. Да, да, да. Я просто рассказала о своих чувствах. И все. И все стало спокойно. То есть тебе все поверили. Тебе, а не Андрею. Он потом извинялся. Перед тобой. Да. Лично или лично? Когда мы встретились после этого. Он извинялся. Типа, я не хотел. Вот это извинение. Я не хотела, это продюсер рассказал. Но как бы он пытался извиниться. Я знаю, но... Ну, Ань, ты несколько раз сказала про продюсера. Можешь ли ты сказать, кто это? Ну, это был продюсер нашего хаоса. Он занимался еще очень давно таким домом. Данил Комков, может, ты слышала? Комкозавра, бабушка. Вот, это он как раз. Он занимался хаосами. Данил Комков? Да. Вот, он занимался хаосами. У меня были с ним нормальные отношения, но он меня не любил из-за того, что я общалась с Нойлсом. Вот. И за рекламу мне какое-то время не платили, вообще не продавали. То есть, в хаосе я ничего не заработала за год, по факту. Мне они выплатили довольно много. Ты выкладывала какие-то истории в Инстаграме про еще одного продюсера, я так понимаю. Угу. Ты там начала что-то рассказывать. Можешь, если тебе не трудно об этом говорить, рассказать чуть поподробнее? Угу. Я вот ушла, получается, из хаоса, вот с этого, и пошла в новый. Angel's House? Ушла из него в... Я даже не помню, как мы его назвали. Мы сами название, там... Честно, не помню название, о чем мы придумали, но я позвала туда самаец Данилу и своего друга Влада. Мы вместе были в The Angels. Вот. Они согласились, мы приехали, и этот продюсер, к которому мы пришли, там предоставил нам огромный дом, все для съемок. Были максимально крутые условия. Мы снимали, жили, у каждого своя огромная комната. И тогда у меня еще проблемы начались с Дэмом как раз, потому что я хотела разорвать контракт. Короче, на меня в суд подали. Вот кто? Вот тот? Первый продюсер за то, что я захотела разорвать контракт в суд. И с меня требовали кругленькую сумму шестизначную. Закончилось тем, что второй продюсер все время мне говорил, да вот, я там тебя выведу, сейчас это все решится, не беспокойся. И в итоге я сижу, и мне приходит повесточка из суда. То, что меня арестуют сейчас имущество, у меня заблокировали все счета, у меня на картах просто минус, тоже круглые суммы были. К родителям домой пришли судебные приставы с бумажками. В Калининград? Да, у меня прописка в Калининграде, и к ним домой приходят. Они продали дом, который построили, чтобы оплатить за меня этот суд, и я им отдаю эту сумму. Вот до сих пор? Да. А что все-таки, ну вот, что было со вторым таким продюсером, что он, ну что была такая жесть? И суд, и вот это. Вот этот второй продюсер, мы перешли, мы снимали, снимали, все нормально. И тут я ему понравилась. Извините, мне 18 лет. Жму? Ой, 30 плюс. Он не русской национальности, вот, он там занимался какими-то штуками с деньгами связанными, и что-то он начал очень-очень странно с нами общаться в плане с мальчиками. То есть, если мальчики со мной общались, это Даня и Влад, то он сразу на них, типа, вы что, эээ? А я думаю, что происходит? И со временем началась такая штука, что он начал их выгонять. Что осталась только ты? Да, он начал выгонять, типа, Влад, ты сейчас поедешь домой, тебе вообще здесь не место. Он его бил всерьез, у меня есть видосы, где он ему такие вещи говорит. На моем телефоне это видео, где они вот так вот снимают вместе, и он говорит, ну и что ты чувствуешь? Ты сейчас уедешь к себе в деревню жить, тебе тут не место вообще. Тебе, говорит? Нет, это Владу. А, это Влад. Нет, он такого не говорил тогда. Вот. Он выгоняет в этот день Влада. Потом проходит время, он очень сильно булил и с Данилу, тоже очень странные вещи, все время ему говорил. У Дани уже с психикой проблемы тогда были, он боялся просто из комнаты выйти. А я девочка, меня тогда никто не трогал. Вот. И хаос закрылся. И он такой, типа, есть там миллиончик, мне надо на три дня, вот, под проценты просто эти вернуть, просто помочь. Я даю ему эти деньги. Ты дала ему миллион? Я даю ему эти деньги, которые я зарабатывала вот с детства, с 14 лет. Не ради того, чтобы заработать, а чтобы помочь просто на несколько дней. Ему там не хватало. А почему ты так легко согласилась помочь, какому-то просто не знакомиться? А этому уже сколько? Четыре месяца были знакомы. Хаос был очень долго, там, почти пять месяцев, наверное. Вот. И я даю, думаю, ладно, я поехала в банк снимать эти деньги, у меня есть фоточка, как я их сняла в машине своей, и отдаю ему без какой-либо расписки, без ничего. Проходит три дня, ничего, проходит месяц, ничего. А вы с ним в этот момент общаетесь как-то? Да, да, он уехал в другой город, в Питер, и я ему, типа, пишу, ну что там? Он такой, а мне там еще надо 130 тысяч. Я думаю, чего? О, у меня как раз в этот день сотка приходит с рекламы. Давай сейчас скину. Я ему отправляю еще, отправляю еще, в итоге там больше ляма, и у меня нет денег, не остается денег, буквально 100 тысяч. Сколько тебе тогда было лет? 18. Я отдала все, что я зарабатывала с детства, вообще все. И я такая, типа, а что по деньгам там? Он говорит, ну это, завтра, давай завтра, завтра и так каждый день. У меня осталось 100 тысяч буквально. Осталась квартира за 130 тысяч, за которую я должна платить. Он мне ничего не возвращал, а начал мне угрожать, говорить, какая я, вот ты вообще такая, у тебя там не будет никогда друзей. Дистанционно или... А? Дистанционно, то есть он был в другом городе и просто тебе это писал? У меня, я выкладывала в истории и голосовые, где... И где он приезжал и... Он меня поджидал возле дома, выслеживал один раз, он прятался там, у него были миллионные долги, как я поняла, и мне писали его ребята, которым он должен, чтобы я пришла в полицию, что на меня подадут в суд, якобы я имею дело с его там деньгами, что это я во всем виновата. Иногда там через мою карту какие-то переводы были, через его имя, что-то непонятное он мутил, а я думаю, ну ладно, наверное, так надо. В итоге меня и в полицию, и в суды вызывали, и у меня не осталось вообще денег, а мне завтра как бы за квартиру платить. Да, и тут у меня еще суд с другим продюсером, у меня блокируют все карты, а родители ничего не знают, ничего просто. И как ты выходила из этого? Я просто ревела каждый день, я каждый день ждала того дня, когда он мне вернет. Я жила с мыслью вот, когда он вернет, я ему писала типа что, как, он мне продолжал угрожать, он угрожал мне, когда я виделась со своими знакомыми, где он в сторис у кого-то увидел, что там есть блогер какой-то, он писал, я сейчас за ним приеду, его убьют, у него просто проблемы какие-то, и очень сильные угрозы были в мою сторону, а я не могла об этом говорить. Почему ты не могла в полицию пойти, обратиться? У него миллионы, миллиардные, может, долги, я не знаю, сотни миллионов он должен, и на него десятки людей подавали в полицию, в суд. Но там не такая простая история, просто он спрятался где-то там, не пойми, что произошло. То есть он как такой разбойник? Он спрятался, он куда-то уехал, я не знаю куда, и его никто не мог найти, вот, и я, я не знаю, как бы я сама это решила, нет никаких доказательств, что я дала ему вот эти 700 тысяч, есть переписки, конечно. А по переписке, да. Переписка это одно, окей, у меня есть скрины, что вот я там верну, да, верну, но в любом случае, я не знаю даже, как его сейчас зовут, может, он личность поменял, что вообще произошло. Ты не знаешь? Он очень какие-то странные махинации делал, честно, я помню только то, что он уехал, прятался, что-то там менял, его искали. А на тот момент как его звали, если можно? Его звали? Оно его говорил, но я не хочу говорить. Вдруг он меня убьет опять. А сейчас я видела, что он тебе отправил какое-то голосовое сообщение. Хочешь послушать? Давай, давай, давай. Он мне раз в полтора месяца с каких-то левых номеров пишет, при том, что он мне не вернул деньги, ничего. Он недавно такой, скинь карту, сейчас верну. Я думаю, ты дебил. Конечно, знаешь, мою карту давно бы вернул. Приходит мне голосовое сообщение 10 дней назад. Я пишу, что нужно, я не хочу разговаривать. Ок, не беспокою. Я заблокировала. Нескик, привет, как зла? Узнала. У него реально какие-то проблемы. Он вот так раз в полтора месяца зачем-то мне пишет, думает, что я опять там с ним общаться буду. Пусть он забрал себе эти деньги, мне ничего не вернул. Я с нуля начала опять зарабатывать. То есть он тебе так ничего не вернул? Нет, вообще ни копейки. Он у меня еще сверху просил. Были такие сообщения по типу, у тебя там есть 200 тысяч? Я говорю, нет, у меня нет ничего. Верни мне уже деньги, мне платить надо. Он такой, так у папы возьми, мне надо до завтра. Я думаю, чего? Я папу не буду впутывать, потому что я понимаю, что ответственность буду нести я перед папой. Я говорю, нет. И он мне иногда писал с просьбой деньги опять скинуть. Это просто трэш. А ты не хотела об этом рассказать сразу папе? И папа бы с ним поговорил? Или ты хотела все сама? Вообще как-то боялась об этом рассказывать, обо всей этой истории, потому что там настолько мне тяжело было. Об этом знала только одна моя... А, две подруги, Лиза и Алиса. И они просто были в шоке со всего. Он даже их иногда приплетал. Говорил, что вот они тебе не подруги, они такие-сякие. А почему Лиза и Алиса, зная все это, не могли как-то тоже помочь, куда-то еще обратиться? Ну, потому что я говорю, там... Тоже боялись? Там над этим стояли очень высокие люди, фейсбэшники над ним. И я бы ничего не решила. Там прям... Ну, он даже в тюрьме сидел. И он был продюсером тикток-хауса? Ну, он сам... Как такие люди могут быть продюсерами? Он называл себя продюсером, но по факту он ничего не делал. Окей, он купил оборудование в дом, все, мы снимали. Ни слова от продюсера не было. Просто мы снимали в доме, мы жили. Откуда вы его нашли? Регина, моя знакомая, написала, типа, пригоняй к нам в хаус, посмотришь, тут прикольно. Регина, как его фамилия? Рексэм, которая такая с веером снимала, девочка. Вот. Ну, я приехала в 7 утра в хаус на другой конец Москвы. И там он такой, все, ты идешь к нам в хаус и звонить моему продюсеру. А у меня выбора не остается. Он позвонил моему продюсеру, хотя я не соглашалась. А, и ты так сразу туда пришла? Пришлось, потому что продюсер начал искать эту крысу. А я не хотела идти сначала. Меня очень сильно подставили. Кто? Ну, вот этот второй продюсер. У него же проблемы, да, с головой. Почему его нельзя было просто в психиатрическую больницу? Он там был. Да? Не раз. И да он где только не был, на каких только тренингах не был, у него такие проблемы. Знаешь, вот я сейчас слушаю, понимаю, что за вот этой вот картинкой блогеров и тиктокерских домов скрывается столько всего абсолютно другого. И тогда так было вообще везде? Или только тебе так не повезло? Нет. Нигде так не было. В какой бы хаос ты хотела попасть еще тогда? Хотела там, может быть, хайп-хаус? Меня позвали в хайп-хаус тогда. Почему ты не пошла во твоем Юле же подруге? Мне пишет Юлька Гаврилина, когда я переходила в новый хаус. Я очень хотела туда. Это прям, знаешь, там Валя, Юля, вот такие девочки все классные. У них атмосфера была крутая. И мне пишут, типа Аня, Юля присылает. А, она мне по видео звонит. Типа Аня, пригоняй к нам там, пообщаешься с Заиром. Я такая, реально? Я говорю Нойлсу об этом. Он такой, блин, круто, да, езжай. Завтра поеду. И наступает следующий день, он мне говорит, ты никуда не поедешь. Тебе не место быть с девочками, потому что они звезды, и среди них ты будешь никем. Андрей Нойлс? Да. Хотя ты раньше поверила, получается, в его искренность, открытость, и потом он такой же, как и все осталось. Да, он говорит, это когда мы только в новый хаос перешли, он говорит, все, ты среди них будешь никем, они тебя будут затмевать. А ты индивидуальная личность. Они не должны тебя затмевать. Я тебя не пущу, ты сейчас не поедешь к Заиру. Я такая, что? Приходит продюсер тоже, который новый. Даня. Такой типа, ну да, не надо. Сижу такая, в смысле не надо? Я так хотела, а потом он мне... То есть ты была готова в хайп-хаус? Я была готова пообщаться для начала вот с Заиром, чтобы понять, что, какие условия. Мне было интересно это, потому что девочки очень классные, тем более Юлю я знаю очень давно. А как вы познакомились? А еще в мюзикле все время. Мы больше шести лет знакомы, получается. До сих пор отвечаем друг на друга в сторис. Сейчас то есть общаетесь? Просто на сторис бывает отвечаем. Ну то есть да, мы смотрим друг друга. Вот. И он такой, нет. Я никуда не поехала вообще даже навстречу. Я была рядом с их домом, начала ехать к Заиру. Ноэлс такой, стоп, ты сейчас никуда не поедешь. И заказала типа такси до точки, до другой. А почему ты не могла ради своей цели их не послушать? То есть просто сказать, все, я еду. И может быть там жизнь какая-то другая была бы. Я поехала. Не было бы минус миллиона. А я бы не была бы сейчас здесь. Ну да. Ну да, минус миллиона бы не было. Я бы не познакомилась тогда с людьми, с теми, с которыми общалась. Не, я не жалею. А как еще раз? То есть он тебе просто заказал такси обратно и все. Мы ехали, я такая, о, тут дом Заира, сейчас заеду. Он такой, нет. Он вышел и точка дальше стояла, куда, не помню, в ТЦ куда ты ехала. И Юлька мне писала несколько дней, типа, Ань, ну что, ну что? Я пишу, да, 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 да. И все. Прошло уже два года. Ты понимаешь, кто в итоге виноват во всем этом? Ты или он? Ну, конечно, это по факту решение стояло за мной. Тогда полностью все решения принимала я. Он никак за меня не отвечал. Я просто слушала его всегда и поверила ему, что вот, да, реально, они меня будут затмевать. Вот. Но я не жалею сейчас, спустя время, потому что, окей, я бы не прошла весь этот путь, эти все суды, не было бы тех контрактов, но, возможно, было бы что-то другое. Может быть, было бы еще хуже, может, было бы лучше. Но это мой путь, и я прям за эти два года очень многое пережила, что повлияло вот на меня сейчас. То есть, в итоге кто виноват? Я виновата. Андрея Нойл, сабьюзер. У тебя же в какой-то момент оказалось ноль на карте примерно. Примерно минус полтора миллиона. Вот, примерно минус полтора миллиона. Как ты заново зарабатывала и поднималась? У меня прям тогда тяжелая ситуация была, я даже тогда и родителям как раз не сказала, они не знали, что у меня ничего нет. Я, вот мне приходят за рекламу 50 тысяч, и я в этот же день трачу их на обучение по инстаграму. То есть, я понимаю, что я лучше вложусь сейчас, и это принесет... А все рекламу стоит 50 тысяч? А несколько проектов тогда пришло. В тиктоке кто-то там трек заказал. Вот. А я же без продюсеров, я сама от себя зависела. И приходит, и я покупаю обучение инстабосс, которое я очень хотела. Вот 50 тысяч, там, тариф с кураторами, вип. И я начала проходить его, изучать что-то новое, и занялась инстаграмом. И тогда у меня прям и рекламу начали брать, и красивая лента. Но каждый день я жила с мыслью, когда он вернет деньги. Я не смогу заработать. Что мне делать? Эти мысли мешали мне зарабатывать. Вот. Но я смогла оплачивать тогда квартиру за 130 тысяч, еще жить, еще содержать свою машину. У меня еще машина была. Да. У тебя было тогда две огромные покупки, две машины. Не, одна. Ну, потом еще вторая. Я говорю, в целом, Mercedes и Camry. Да. Как в таком возрасте купить две машины? Ну, я сначала одну продала просто. Да, одну. Но я с детства прям очень любила машины. Мама всегда за рулем, папа тоже. И я знала, вот прям знала, что мне будет 18, и я куплю себе машину новую. Вот с детства такое было, хотя по факту, ну как бы я это сделала, 18 лет. Просто я знала это. И тут мне 18 лет, и я понимаю, что вот я хочу машину, я получила права, мне это нравится. Проходит несколько месяцев, у меня нужная сумма накапливается. Я покупаю с салона новую машину, просто сажусь. И мне так классно стало. Я понимаю, что вот я с детства хотела этого, я добилась, и это такие чувства классные. Это машина, по-моему, стоила больше миллиона. Она почти три стоила. Почти три. Откуда такие деньги тогда? Я с 14 лет всегда откладывала деньги. То есть я даже в 14 купила себе новый iPhone 8 Plus за 100 тысяч, это я все зарабатывала. Я помимо ТикТока занималась слаймами, я продавала резиночки, я много всего делала, чтобы не зависеть ни от кого. Я копила всегда на жизнь мечты, на переезд в Москву, вот, чтобы переехать и жить, как, знаешь, вот эти блогеры все в итоге. Я мечтала о жизни вот как из Пинтерест. А почему продала машины? В итоге у тебя сейчас же нет. Да, я первую продала, потому что под влиянием окружения я захотела Мерседес. Я продала, и мне помогли купить Мерс как раз. Мой друг, он со мной полетел в Калининград и помог мне найти классный Мерс по такой же цене, как Камри, а только 20-го года, новый почти. Купила, поездила, он ломался очень много. Да. Да, и меня это бесило, что мне вот с моей машиной не везло. То я в яму заеду какую-то огромную, у меня шина лопнет. И я продала, сейчас на данный момент я без машины, потому что я понимаю, что я хочу открыть свое дело, я хочу сделать то, что будет мне приносить доход. Да, и проект я делаю, и хочу хотя бы бизнес какой-то открыть, вот, магазин, который будет приносить мне доход помимо Инстаграма, и я после этого смогу купить машину еще круче. А есть идеи какие-то бизнеса? Да, есть. Какие? А ну вот это пока секрет. Ну что-то как, там, не знаю, кофейня или одежда. Ну если из крупного прям, всегда я мечтала открыть свой салон красоты, чтобы у меня там было что-то необычное не как у всех, а какая-то фишечка, из нее вот приходить будут, ну из моего личного бренда в любом случае. И с одеждой тоже. Я сейчас свою продала, делаю штуки с магазином одежды. Вот, планирую открыть свой магазин в ближайшее время, до лета, как минимум, набрать свою команду хочу. А с кем работаешь? Кто тебе помогает? Сейчас у меня как таковой команды нет, но вот у меня подруга Маша, она, если что, находит мне людей в команду, которые мне нужны, да. И вот сейчас я собираю себе там ассистентов, помощников, чтобы, знаешь, масштабироваться. Ой, у меня голос. А кто помогает с открытием магазина, интересно? Я сама полностью все отфоткала, сама написала все описания. Сама шьешь? Да, конечно. У меня была одежда, я ее купила, но я никогда ее не носила, просто у меня полный гардероб всего. А я сейчас изменила гардероб, и я отфоткала все, это часа три заняла, все выставила и отправила вещи подруге, и она уже отвечала там в магазине, я ей, конечно, заплатила за помощь, вот, и она мне очень хорошо помогла. Смотри, вот я боюсь сесть за руль машины 18 лет, потому что очень много историй о том, что как-то это все заканчивается плачевно, потому что нам 18 лет, мы неопытные, не боишься ли ты и не боялась? Сейчас вообще нет. Очень много аварий. Ну, аварии это нормально, очень много дизбилов на дороге, в меня десятки, сотни раз чуть ли не вдержали машины, но так как у меня очень хорошая реакция, я очень много раз уходила от аварии, это нормально вот в жизни каждого водителя. Я же с инструктором три месяца ездила в Москве, мне было страшно, и потом он такой, ну все, ты умеешь сама. Я думаю, чего, все? Ты сдала на права сразу? Я уже сдала на права, и еще каталась в Москве три месяца, потому что я не понимаю тех, кто сразу садится в Москве, но это их дело, я, потому что на дороге не одна, и я не хочу случайно въехать в кого-то по своей вине, он меня очень классно научил ездить, и с опытом страх пропал со временем. Конечно, было немного так страшно одной, сейчас руль для меня это, знаешь, расслабление. Я просто сижу, еду музыку, слушаю, я люблю погонять, пошашковать. Я прям девочка такая дерзкая за рулем. То есть ты вообще не боишься? Вообще нет. Расскажи про какую-то ситуацию, такую самую ужасную на дороге, не знаю, почему мне это очень интересно, которая с тобой произошла. Ой, ну самое-самое запоминающееся, когда я была за рулем, я еду с Алисой, с подругой на Мерседесе, льет просто такой дождь, ливень, и мы выезжаем из-за поворота, а там конец дороги, мне надо перестроиться. Я не увидела, что там конец дороги, вот знак этот. Слева от меня машина, тут конец дороги, то есть в отбойник улечу, и все. Если я заторможу, машина будет скользить, она разобьется, я разобьюсь. И у меня очень хорошая реакция. Я резко газ в пол, вот с такими глазами, она молчит, я молчу, и я залетаю просто вот в такую дырочку, вот так вот между двумя машинами. Если бы я зажала тормоз, мы бы разбились. Газ, оставался только газ, а многие водители, знаешь, вот если случается какая-то ситуация, сразу тормоз. Вот это первая реакция водителя. И хорошо в этом плане... Сработала твоя реакция? Да, я очень много всего знаю, там, как уходить от ситуаций, потому что очень много реально тупых людей на дороге, ну, извините, реально. Просто в меня вот так едут, хотя... Мне кажется, что они еще видят, что молоденькая девушка сидит, и как-то поэтому... А я им потом моргаю сигналю, типа, извинитесь, вы что, дебилы? Да, бывает, просто я еду вот так, оп, мужик вот так мне. Резко. Хотя я еду быстро. Просто, не знаю, например, я не очень хочу права, потому что я понимаю, что у меня есть азарт какой-то, и на дороге я начну... Угу. Ну, кто быстрее вот эти вот взгляды, у тебя нет такого? Да, есть. Вот, и поэтому это опасно. Нет, ну, бывает, там, с классными тачками мы зацепимся, так погоняем, но... Такая привет. Нет, мы выигрываем все равно. Нет, это прикольно. Но если с друзьями ездить, гоняться на двух машинах, это очень опасно. Я не люблю такое. Давай вернемся к отношениям. У тебя был еще Даня, последний молодой человек. Даниэль, который... Да. Да. Расскажи про него. Мне кажется, у вас такие какие-то хорошие отношения были впервые, может быть, за долгое время, ну, как со стороны, кажется. Угу. Но в плане он относился всех ко мне лучше всех. Со мной какой-то порядочный, что ли? Да, да, да. Он показал мне, как реально ко мне должны относиться. После этого я реально многое переосмыслила, потому что я много терпела. Вот. И он появился там. Мы пообщались, и он предложил встречаться. Ну, мы до этого были знакомы уже год назад. Мы не общались. Он предложил встречаться, а он мне нравился как раз весь этот год. Пока мы не общались, я такая думаю, ну, да. Конечно. А ты ему не признавалась? Нет, я ему иногда писала, типа. Намекки. А почему мы не общаемся? Почему мы перестали общаться, да. Вот. Я забила, все, у меня все круто, и он появляется, пишет мне, мне еще подружка на Таро нагадала, у тебя сейчас отношения будут, я думаю. Веришь в Таро? Верю, но не злоупотребляю этим, мне прям это не нравится. Ну, это реально, мне много раз что-то говорили, и это так происходило, но это неинтересно. Ну, почему тогда расстались, если все как-то хорошо было? Ну, вначале все супер было, я занималась своим делом, он там что-то делал, и в один момент блокируют ТикТок, Инстаграм, и у меня началось выгорание. Охваты падают, я думаю, блин. Как изменилась твоя жизнь, когда охваты упали? Ну вот, тогда у меня началось выгорание, потому что я понимаю, охваты падают, мне вроде нечего снимать, я очень много времени с дальней проводила, а для меня важно личное пространство в плане для работы, чтобы я что-то снимала. А мы прям много времени вместе проводили, потом все вместе съехались, и меня это не вдохновляло. И я просто жила отношениями, знаешь, я там все время с ним, с ребятами была, и понимаешь, когда все время одно и то же, я ничем не занималась по факту, но я зарабатывала тогда нормально при этом, у меня были проекты. Мне интересно, как изменился доход блогеров после того, как закрыли ТикТок, Инстаграм? У многих он вырос, некоторые просто ушли. Вот у тебя как? В моменте у меня там другие проекты появились, поэтому у меня он даже вырос. Но всегда декабрь самый прибыльный месяц у всех, и тогда уже после декабря пошел январь-февраль, такие себе. И в течение года, ну у меня доход такой средненький был, ну типа мне нормально было, но я понимала, что я хочу большего. И вот я взялась за Инстаграм в конце года, и прям нормально вырос доход от этого. Я хочу побыть таким маленьким дудем. Примерно сколько ты зарабатываешь? Ну если не в цифрах. Я ни разу не зарабатывала в жизни более миллиона рублей за месяц. Хотя многие блогеры, у них были проекты, одни проекты на 2-3 миллиона в хаосах, а я в этот момент уходила. То есть в месяц у тебя примерно миллион? Ну до миллиона суммы, да. Никогда не было больше. Это с проектов и с Инстаграма? Ну со всего, да, чем я занимаюсь, это реклама, проекты, Инстаграм. Я в декабре так хотела побить миллионы, у меня было 997. Просто декабрь самый прибыльный месяц, всегда реально ноябрь-декабрь, а едва резкое падение. А из него 997. Да, и мне не хватило 3000 рублей. Надо было попросить... Ну нельзя было рекламу взять еще одну. Надо было попросить у кого-то скинуть мне. А все, уже последний день, никто в Новый год не берет. Про Даню мы... Ну все было хорошо, а потом в один момент началась вот эта рутина. Он дома работал, как бы снимал эфиры. Я дома была постоянно. И из-за этого вот мы уже не проводили время вместе. Мы просто вчетвером тогда как бы, ну как соседи были. И я начала спрашивать, типа вот, удели мне внимание. Я начала просить внимание. А он от этого еще меньше хотел мне его уделять. И так было месяца три. И все, он уехал в другую страну. И мы расстались. Хотя, ну все было вначале нормально. В Турцию он уехал, нет? Да, в Турцию. Но сейчас он не в Турции. И ты к нему, по-моему, ездила? Нет, не к нему. Я ездила... Ты ездила отдыхать с подругой? Да, да. А он жил в пяти минутах езды. И как произошла ваша встреча? У меня со всеми бывшими встреча происходит просто как будто мы какие-то друзья. Раньше дружили всю жизнь, да. Мы встретились. Я ему передала костюм. Я ему заказывала Человека-паука для видосов. Передала костюм. Мы посидели. Он заставлял меня поесть. А я не хотела. У меня все включено. В отеле было. Я покушала. Мы пообщались часа... Час-полтора общались. И потом в последний день перед отъездом тоже в Турции встретились. Они отвезли меня с ребятами в торговый центр. Арендовали машину, чтобы я туда доехала. Накормили меня. Дом свой показали. Мы поснимали видосы. И в целом все на позитивной ноте. Я, кстати, тогда еще читала какую-то историю про какого-то там турка. Ну, и у меня был всегда вопрос. Вот эта история, она настоящая или она как будто... То есть реально была. Мне было скучно. У меня нет друзей в Турции. Потому что почему-то выглядело, что как выдуманно. Я не знаю почему. Нет, нет. У меня переписки есть с этим фурканом. Почти Сиркан Балат. Мне было скучно. Я очень хотела поехать гулять. А Маша, с которой я ездила, она такая... Анютка, я спать. Анютка, я устала. Я думаю так. Че, рискуем жизнь одна. Я зашла в этот Тиндер. Мне попались какие-то дебилы. Просто куча. И один, он скидывает свою архитектурную компанию. Ну, он архитектор. Как Сиркан Балат. У него там такие проекты. Я думаю так. Ну, нормально. Я ему пишу, что я боюсь там встретиться. Он такой, если что, вот сейчас увидимся. Назад пойдешь. Там, не бойся. По-английски все общение. Я никогда не учила английский. Да, но я его знаю откуда-то. Мы встретились. Доехали до центра, до старого города. Он показал мне старый город. Купил мороженку. Вот. Кофе попили на террасе, как Сиркан Балат с седой. Я думаю, ладно. Показал дома, которые он сделал. Я даже за машиной в Турции проехалась за механикой. Вот. И я уже под конец такая пишу. Маша, сделай вид, что мне домой надо. Все. Я такая. Home, please. Let's go home. И он меня отвез домой. А потом я видела, что... А потом он начал писать тупые вещи. Вот как тот продюсер, который меня угрожал. Вот я говорю, Ань, почему тебя окружают одни и те же парни? Потому что я, наверное... Я не знаю. Почему ты все как-то... Они все одинаковые. Да. Почему такая цепочка? Ты не хочешь ее прервать? Прервала. Твое сердце сейчас занято? Может быть. Может быть. Ухаживают за мной там. Ты выкладывала какого-то человека. Да. Ухаживаю. А почему теперь не освещаешь? А я никогда сразу не освещала. Сразу не? Если я общаюсь, допустим, с каким-то человеком, ну, я не вижу в этом смысла. Окей, я там расскажу, если мне там что-то дарят, ухаживают. Но сразу я не вижу в этом смысла. Да и в целом я в последнее время прям не супер это освещала. Никогда. Ну, ты в нем уверена? Или так же? Я не знаю. Я не знаю, что будет. Непонятно. Это кто ты из тиктокеров или нет уже? Неизвестен вообще? Нет тиктокер. Первый раз не тиктокер. То есть мы вообще не знаем. Вообще. Нигде не видели его. В Турции, кстати, жил. Расскажи про твоих друзей. Кого ты можешь назвать другом? Вот мы сколько лет уже общались с Алисой. Она всегда со мной общалась. И когда я в хаосах была, мы там вместе готовили. Вот что бы ни случилось у нее, у меня, мы всегда каждый день общались. Сейчас мы уже как-то поменьше в один момент. Я перестала со всеми сейчас общаться. Прямо близко. Ну, мы общаемся, да, с Машей. Но у нас и рабочие проекты, и дружим мы. Да, я хотела спросить у Маши. С Машей у вас больше какой-то на рабочие с ними? Или вы прям друзья-друзья? Мы прям такие шутки там шутим, сидим. У нас вначале рабочие отношения были. Хотя Маше даже там 17 лет, и вы так... Да, но через несколько дней 18 я к ней поеду на день рождения в Питер. Вот. Но у нас вначале рабочие отношения были. Потом она переехала в Москву. И мы начали прям общаться. У нас много и тем общих, и знакомые. Там ситуации классные были. Так что мы прям общаемся. Вот. А кто еще? Кого еще можешь назвать? Лиза. Вот мы знакомы лет 6. Тоже с мюзиклем. Мы с ней... Ну, редко видимся, но мы списываемся, общаемся. Вот. Ее некоторые знают с мюзиклем, а так нет. Потом сейчас я общаюсь еще хорошо с одной девочкой. Мы тоже тиктокерша, блогерша. Кто? Вот. Аня Варанко, такая светленькая блондинка. Мы, похоже, раньше были. Да, я ее знаю, конечно. Вот. И прям из близких вроде бы все. Но у меня много знакомых. Мы, если что, там спишемся. Но прям близко. Я ни с кем сейчас вообще не общаюсь. А ты говоришь, что перестала общаться. Почему? Ну, в один момент сейчас в январе я прям взялась за себя. Я очень поменялась за последние несколько месяцев. Взяла себя в руки. И каждый день просыпалась в 7 утра. Ехала на тренировку. Там в кофейне сидела, придумывала проекты, что я могу крутого сделать. Прям я половину января каждый день думала над тем, что я могу дать. Вот. Я почти не гуляла вообще. Я все время работала, работала, работала. И вот мне пришла идея создать как раз-таки по телеграмму проект, по женственности. Я поняла, что мне это нравится. И вот я сейчас это создаю. Раз в несколько дней вижусь с кем-то, выделяю время. Но сейчас больше работы у меня. А тебе легче самой идти по своему пути? Или тебе важно, чтобы кто-то из близких был рядом? Я человек-проектор. А проекторы, они энергию берут от других людей. Если я долго с кем-то не вижусь, то все, у меня начинается вот такое состояние. Мне нужно общаться с людьми. Хоть раз в какое-то время пообщаться. Да, да, раз в два дня. Мне нужно отдавать энергию. И когда я отдаю, я получаю взамен еще больше. И меня прям это вдохновляет. Я из энергии других людей создаю еще больше энергии. А кто тебя еще вдохновляет? Есть такой человек? Человек? Да. Может быть, из известных, из друзей. Есть люди, на которых я подписана, блогеры. Мне очень нравится то, что они создают, что они делают, как они преподносят себя, свои продукты, как они живут. Прям несколько классных блогеров. Митрошину по-любому, знаешь. Да, да, да. Я смотрю. Очень нравится творчество Дани Вороны. Он как бы не особо популярный, но я прям очень хочу попасть к нему на наставничество. Это просто. А Юля Гавриль, например, вдохновляет? А я сейчас за тиктокерами особо не слежу, и меня не вдохновляют видео обычные тиктоки. Раньше, да, знаешь, блин, такой классный тикток. Все эти лепсинки. Да, Юля особо сториз не снимает. Ну, все тиктокеры, они не снимают сториз, поэтому я отписалась от почти всех. И смотрю только то, что реально меня сейчас наполняет, вдохновляет. И сортирую вообще все, что приходит ко мне в голову. Расскажи про свои татуировки. Мои татуировки? Сколько у тебя их? У меня 8 штук. Мне просто нравится. Что они для тебя значат? Мне для начала очень нравилось, как они выглядят на теле, но мне не нравится, когда вот так у девушек все забито. Мне нравится, когда это женственно, красиво. Я пошла в 17, набила две татуировки первые, не сказала маме. Реакция твоей мамы. Я ей звоню, такая, мам, а я татуи набила. Она такая, шутишь, да? Она думала, что я пошутила. Я приезжаю в Калининград сразу, показываю под пленочкой вот это. И вот тут у меня была, да. А что там за татуировка? Там Baby Girl. Просто мне уже понравилась надпись. Расскажи про историю. Мне понравилась надпись, я ее набила, а потом Нойлс начал всех Baby Girl называть. Мне просто очень нравится. А почему у тебя так много ангелов? Мне очень нравится. Видишь, бабочки, ангелы, солнышко. Ты не вкладываешь в каждую татуировку свой смысл? Ну, в любом случае, да. Это с этим ассоциируется, это с этим событием. Я когда смотрю, у меня нет такого, что вот сразу ассоциация с событием, но каждая татуировка имеет какое-то просто значение, но я прям не углубляюсь в это каждый день. Вот ангелы, они очень светлые, добрые, они такие легкие, да, солнечные, и мне прям нравится. Я бы набила еще 10 ангелов себе. Но нет, эти части я не буду трогать. Мне прям нравятся бабочки, ангелы, и тут солнышко у меня, это прям светлая энергия, а солнышко у меня там еще компас, который указывает мне направление. Все вот это светлое мне нравится. А хотела бы еще какой-нибудь? Ну я раз в полгода набиваю примерно вот на эти части, дальше заходить не планирую. Если мне нравится, я набиваю, но у меня нет такого, что вот завтра я должна набить татуировку. Да, еще, еще, еще. Да, да, да. А ты хотела бы что-то изменить в своей внешности? Может быть, еще там прокол какой-нибудь? Я делала ринопластику неудачную. Как так вышло? Мне не нравилась моя горбинка, и мне написал какой-то хирург, а я не смотрела других, я не разбиралась. Но я пошла, 18 сделала. Вот, мама в шоке была, они с родителями меня отговаривали. Типа, зачем что-то менять? Я пришла на ринопластику, и сделали ее в итоге неудачно, потому что хирург оказался, не знаю, но он больше по груди, по всяким липосакциям. И у меня вот здесь кость, которую он не спилил, он сделал все вообще не так. У меня шрам, шрама не должно быть. Прошло два года, я недавно к нему ходила, он говорит, это отек. Два года. Говорит, ой, костная мозоль образовалась, давайте вам подрежем сейчас на операционном столе. 30 минут занимает. Я сижу, думаю, ты адекват? Куда? И есть один хирург, который мне очень нравится, я, возможно, бы сделала у него, потому что тут очень-очень все плохо, но как бы я привыкла к этому, но хирург просто трэдж. А что не так? Что не нравится? Я подхожу к нему, говорю, ты вообще это видел? Ты часто путешествуешь? Не хотела бы переехать? Мне нравится Москва для жизни, но я бы буквально, знаешь, один-два месяца, где-то, может, пожила. Там классно, там рабочая атмосферка, мне там очень нравится находиться. Вот, но это тоже от компании зависит. Последний раз я одна летала, мне прям понравилось. Я очень люблю тепло, другие страны, но жить на постоянной основе я не задумывалась. Окей на несколько месяцев. А как ты относишься к блогерам, которые переехали? Сейчас очень много таких. Ну да, кстати, я заметила половину. Как-то пусто, скажи, в Москве стало чуть-чуть. Место больше стало для развития. Да, ну да, есть такое, но как-то они все быстро уехали, я от них больше ничего не слышала, то есть я на многих не подписана. Я слежу за теми, кто сейчас в Дубае, на Бали, вот, за прикольными ребятами. Я вообще в шоке, что все так резко уехали. А из твоих друзей или знакомых кто-то переехал? Да, у меня несколько знакомых переехали, там Таиланд, Бали. И вот на днях возвращается моя подружка, мне написала, буквально несколько дней она будет тут. Я ее просто так ждала, мы там вместе тоже будем. А что они рассказывают о жизни за границей? Ну, это тоже зависит от компании. Вот, все равно Москва лучший город для жизни. Вот для них они уехали, они хотят вернуться. Мне здесь тоже нравится, вот, и все хотят сюда всегда назад. А если бы ты переехала, то в какую страну? Я бы, наверное, не смогла на постоянную основу переехать, но я бы пожила, допустим, зиму. В Дубае мне нравится. Я бы очень хотела Мальдивы посетить, посетить Майами, Доминикану. Вот такие страны прямо очень нравятся. А почему ты осталась в России? Что тебе в ней так нравится? Мне здесь нравится окружение, мне здесь нравится водить, машину могу здесь купить. Мне просто нравится ритм города, но иногда, конечно, нужно отдыхать от этого. Вот, мне нравится движуха. А топ-5 каких-то вещей в Москве? Расскажи, куда ты там любишь ходить? Не знаю, где тебя можно встретить. Здесь я очень люблю танцы, зал, растяжка, кофейни. Да, я сижу в них работаю, потому что я не могу дома работать, так как домашняя атмосферка такая. Вот, я люблю активный отдых по типу картинга. Что-то необычное, прям очень мне нравится. Аня, а расскажи про свои проекты. Ты начала говорить, как бы, почему людям стоит тебе поверить и купить? Потому что сейчас же очень много каких-то неправдивых историй, там, как у Блиновской, как инфо-цыганство. Вот, почему стоит тебе поверить и купить твой продукт? Вот, мы с Машей недавно делали проект, и мы делаем не для того, чтобы, знаешь, вот, мы там запустили, чтобы заработать. Мы вложили в проект 300 тысяч в расходы. То есть, да, мы вложили в расходы, потом, конечно, мы заработали какую-то часть, но вышло в разы меньше. Вот, и мы сделали, чтобы людей довести до результата, чтобы показать, что они достойны жить так, как они хотят. Вот, чтобы собрать классные отзывы, кейсы. Мы лично виделись с учениками, тортики вместе кушали. То есть, собираем такие мероприятия. И сейчас я делаю свой проект тоже по Телеграму. Да, сама все придумала. Женский клуб хочу создать, потому что, знаешь, очень многие девушки, вот как я рассказывала, я себя не уважала. Очень закрытые, не имеют стильно одеваться. Они не могут найти себя, и я решила, что вот, я же в этом по факту эксперт, я знаю, как к этому прийти, чтобы они не проходили через то, что я проходила столько лет. И я просто хочу передать свой опыт, вот, потому что мне нравится отдавать людям информацию. Что-то. То есть, твой курс точно всем поможет в раскрытии себя. Ну, это не курс, как это, я проект по Телеграму делаю, вот, клуб свой, вот, клуб женский. Самое классное, что вот, ребята могут найти окружение крутое, вместе общаться, а многим не хватает поддержки. Вот, я хочу дать им поддержку, направить и такую психологическую работу провести. А как ты в таком, ну, юном возрасте можешь обучить тому, чему вообще не могут даже обучить более взрослые люди? Вот, почему, как ты к этому пришла? Ну, у меня огромный опыт в этом. Благодаря чему? Вот, сколько я историй рассказала, я поняла очень много, что я делала ошибок, что было не так. Повзрослела. Да, я не могла найти себя, и за последние, вот, полгода все очень поменялось. Я встала на нужное направление, я поняла, как быть, и девушки, они хотят быть такими же, как я. Я понимаю, что вот, я могу им в этом помочь, и я в этом эксперт. Вот. Я пока все истории слушала, у меня, я честно в шоке, насколько ты сильный человек, и насколько у тебя в жизни происходили, ну, правда, жесткие истории. Как ты думаешь, что тебе это все дало, и для чего тебе это было нужно? Ну, сейчас я стала после этого, конечно, в разы сильней. У меня очень много опыта после этого. Ну, вот, я в 18 лет пережила то, что некоторые люди в 30 не переживают. Вот. Мне, правда, было тяжело, но это все было дано, чтобы я подготовилась к чему-то большему. И сейчас я, правда, благодарна за все, что произошло. За все ситуации. Да, да, я, наоборот, рада, что это произошло, потому что я стала такой, какая я сейчас. А какие у тебя планы на будущее? Вот, я очень хочу свой бизнес как раз открыть, чтобы был в Москве, постоянно путешествовать, вот, прийти еще больше к жизни из Пинтереста, вот, вдохновляться, стать еще более осознанной. Я прямо сейчас ушла в изучение, чтение книг, психологию, я в это углубляюсь, и мне это прямо нравится, изучать что-то новое. А ты не боишься все время, там, наступать на одни и те же грабли, которые были раньше? Ты уже, в плане этого, уже прошла это все? Да, сейчас, как бы, я поняла, что вообще происходило тогда. Что ты делала не так? Да, да, и сейчас я сразу отсеиваю, если какие-то люди, я понимаю, что вот, ну, они, ну, какие-то странные, я их отсеиваю, я перестаю общаться. Сейчас я мало кому открываюсь, но если открываюсь, то я вижу какой-то человек, и в целом я вообще очень-очень поменялась за это время. А было такое, что с тобой общались ради популярности? Нет, возможно, были такие люди, но я переставала общаться сразу же. Конечно, знаешь, когда люди видят там подписчиков, они сразу как-то по-доброму, давай там за тобой заеду, давай там то, но один раз заехал, все, мне хватит, я понимаю, из-за чего ты хочешь общаться со мной, вот, а это сразу видно, да. Ань, сейчас TikTok и Instagram фактически под запретом, куда ты сейчас выкладываешь? Ну, по факту TikTok, можно вынуть симку, все выкладывать, но мне это сейчас неинтересно. Instagram, понятно, как в него все заходят, он все так же работает, хоть это и запрещенная соцсеть, брендов стало на самом деле больше, рекламу покупают больше и дороже. Остались только те клиенты, которые реально готовы платить за качество, за аудиторию, потому что вот на данный момент аудитория, которая осталась, она самая осознанная в плане, они больше готовы к покупке чего-то, они прям углубляются в твои stories. Если раньше было прям много зрителей, то отсеялись те, кому это особо неинтересно. И сейчас у многих блогеров, инстаблогеров доход вырос в десятки раз. А охват упал или вырос? Охват у меня стал меньше в два раза, но это никак не повлияло. Вот, на меня сейчас, я наоборот как-то к этому привыкла, но у меня сейчас начали залетать рилсы, а с рилсов приходят бренды классные. Вот, я работаю с Филс сейчас, вот, знаешь, может, тоже крутые бренды пишут. Конечно, Филс, мне все оттуда. Моргенштерн писал. Да? Да, вот с видосов, с рилсов очень много приходят ребят, и рекламу покупают. А что Моргенштерн писал? Ну, концерт хотел, чтобы я приехала в Дубай по Бартеру. Я думаю, а зачем? Реально? Ну да. Со своего инстаграма тебе? А что, я в Дубай должна ехать ради концерта? Я бы поехала, если бы он меня позвал. Я, например, хочу заказать у тебя рекламу. Сколько мне надо тебе заплатить? А я вот так это не говорю, но сейчас в плане рекламы у меня жесткий отбор. Я очень многие личные... То есть ты только интересная? Да, да, да. Раньше я брала вообще все, что хотела. Сейчас мы подняли цену и рассматриваем там какие-то классные бренды, личные блоги. Очень редко, чаще, знаешь, экспертные какие-то. Да, магазины шумы. Вот, если я понимаю, что человеку придут зрители, и они реально ему что-то дадут, там, им будет интересно. То есть ты ведешь отбор? Ты не про деньги больше? Да, да. На данный момент у меня прям отбор жесткий. Мне менеджер скидывает, я такая, нет, нет, да, там столько. А что насчет российских соцсетей? Например, ВКонтакте. Почему ты его не ведешь? Я веду сообщество ВКонтакте. Я, бывает, зайду, там, вспомню, просто выложу что-то, что я в сторис выкладывала или в ТикТок когда-то. Там пишут какие-то. Продублируешь? Да, я дублирую, просто бывает. А телеграм-канал ведешь? Да, я каждый день веду телеграм-канал. Здесь уже все сфоткала, сказала, что на съемках. Каждый день телеграм-канал, каждый день инстаграм, ВК, как вспомню. Вот, поэтому я стараюсь на максимальное количество соцсетей. Ютуб сейчас я тоже возобновляю. А блогеры, которые уехали, как они продолжают жить за границей? Ну, они там живут, также снимают контент, это интересно. Они зарабатывают на своих проектах, они продают какие-то консультации, услуги. И они зарабатывают в десятки раз больше, чем было это год назад. Потому что сейчас аудитория реально самая осознанная осталась. И они готовы платить. Как тебе кажется, почему те, кто уже из России, зарабатывают там больше, чем зарабатывали в России? Есть ли здесь движ, друзья, связи? Ну, это не зависит. А сейчас у них там сформировалась своя, допустим, дубайская тусовка. Они делают мероприятия, вот, и повышают свою экспертность. И они и тут зарабатывали. Но сейчас просто у них у всех переход на новый уровень. Вообще в инстаграме сейчас все очень меняется. Сейчас очень ценные эксперты. Их очень много, но есть реально крутые, качественные. И они делают хорошие деньги. Кого посоветуешь? Кого посоветуешь? Мне Марго Савчук, кстати, нравится. Ну, я много на кого подписана. Прям те, кто вдохновляют. Вот Марго, Саша Митрошина, Даня Ворона. Это прям они мне очень нравятся. Давай напоследок блиц-опрос. Отвечаем, может, коротко, может, поподробнее. Какие у тебя вредные привычки? Никаких вредных привычек. Нет? Нет. Что ты никогда бы не смогла простить другу? Я все прощала всегда. Но сейчас, наверное, предательство я не прощу. Веришь в женскую дружбу? Да. Чего бы ты в жизни никогда не повторила? Не дала бы никому свои деньги. Только если родителям. По какому поводу ты плакала в последний раз? В последний раз я плакала. У меня было выгорание. И я просто плакала от того, что мне казалось, что вот все плохо. Ну, день поплакала и все. Какой факт о тебе никто не знает? Ой, мне кажется, все знают. Ну, подумай, вот, может быть, то, что ты скрываешь от всех. Ну, это знают по факту. Я чисто плотная. У меня всегда все под контролем. Я человек, который всегда знает, вот, что будет там. Все контролирует. Закончу фразу. Вероятнее всего, лучше я... Ну, в чем ты? Останусь дома и не поеду никуда. В каком возрасте тебе нравилось жить больше всего? Сейчас. Сейчас? С кем из знаменитостей ты бы поменялась местами? Я бы прожила день, как Саша Митрошина, наверное. Да? Да. Интересно. Какую историю из жизни твои друзья время от времени тебе припоминают? Я думаю, таких много. Все, что я рассказала сегодня, да. Лучший подарок, который ты когда-либо получала? Эмоции. Вот недавно мне машину арендовали, которую я очень сильно хотела. Ухажер арендовал. И прям я такие эмоции получила. Классные. И ты счастлива? Да, конечно. Аня, спасибо, что пришла. Мне было очень интересно послушать твои истории. И я вдохновилась тобой, насколько же ты сильный человек. Что ты идешь дальше, продолжаешь достигать. И я желаю тебе еще больших побед, твоих личных. И чтобы в жизни было поменьше таких ситуаций, с которыми ты столкнулась. И побольше нужных и хороших людей рядом. Спасибо, я тоже была рада попасть. Это Саша Про. Это Саша Про. Если ты не понял, мы на блоке, ты залучен здесь. Если хочешь посмотреть, тебе лучше сюда не лезь. Я с пацанами на связи, с Глоком тоже в связи. Мы по видеосвязи вязи, как общаемся на связи. Я уже давно прижился вязи, как я живу там весь день. Я могу провести весь этот день, как тюлей.